Ну что, привет! Читаем книгу дальше. Загадай себе счастье. Андрей Галкин. Седьмая глава поколения. Один из двух. Ну, один из двух, я так понимаю, что это будет две темы в книге про поколение, и это первая из этих двух частей. При этом почему-то Андрей вторую из двух, ну, видимо, где-то там запрятал среди 242 глав. Поколение. Не повторяйте путь своих родителей, даже если кажется, что у них все идеально. Вы пришли в этот мир уникальной душой, чтобы раскрасить его новыми красками. Мыслите нестандартно, нестандартно, импровизируйте. Родители могут не соглашаться или даже быть против, не обращайте внимания, так бывает. Не у каждого родителя хватает силы, воли умерить собственную гордыню и сказать. Знаешь, возможно, твой путь действительно лучше. Вы пришли ставить их решение под сомнение, придумывать что-то лучшее, более эффективное, творить наконец. И это прекрасно. Потому что это и есть эволюция. Эх, тут даже тема, по большей части, мне не как ребенку, а мне как родителю, про гордыню, про, ну, и пусть даже сына, да. Ну, не потому что сейчас есть два пути. Это путь родителей и путь мой, и путь детей. То есть три пути в одной голове умещаются. И нужно понимать, что вроде как родители не хочется жить, нужно что-то поменять, скорректировать. Кажется, что мой путь сейчас вроде как лучше. И автоматом мы, может, даже не задумываемся, как детей просто учим идти по своему пути, по своему опыту. Но, честно скажу, что у меня, видите, предпринимательство, я запускал бизнес ювелирный, в котором, собственно, сейчас и нахожусь. И более того, это бизнес вырос именно на опыте моего отца, который всю жизнь работал ювелиром. Я вырос уже под таким соусом ювелирным, так скажем. И когда мы с семьей, с братом, с мамой там собрались, и вот после института открыли магазины, и пошел процесс именно уже такого предпринимательства, а не ремесленничества. И в этом плане, вначале, конечно, у меня были мысли, о, надо так сделать, а как бы мне моих детей заинтересовать. Вот я же тут заинтересовался под логикой отца. Но при этом, в какой-то момент я понимал, что у меня первый ребенок, это дочка. И, возможно, ей это вообще нафиг не вперлось сидеть, пилить, сверлить. Может быть, для нее будет это что-то творческое, более приятным занятием. Поэтому уже где-то на первом, втором, третьем году я так осознал, что, ну, здесь надо быть попроще, здесь надо быть порасслабленней и вообще ничего не загадывать. Пусть идет, как идет, и главное, чтобы дети были счастливы, главное, чтобы они, на самом деле, надо помочь им выбрать что-то такое, что было бы им по душе, и при этом, чтобы приносило доход. И тогда это будет вообще бомба, потому что такие люди, они могут многое сдвинуть вперед, чем те, которые ходят на работу, не набидят ее, у них куча стресса от этой работы. Они начинают там заедать, толстеть, жиреть, выпивать, алкоголиками становятся, то есть все это, конечно, от стрессника, который происходит на текущей работе, потому что люди, которые работают там, где им не нравится, конечно, испытывают большой депрессию, большой стресс. Ну, а вообще, чтобы вот с этим разобраться, да, это такой момент, который я называю ценностями, ценности у людей, они разные, и зачастую ты думаешь, что это твои мечты, твои желания, ну, на самом деле, оно было навязано другими людьми, в том числе и родителями, которые желали тебе только счастья, и поэтому помогли тебе туда устроиться, но тебя это вообще все бесит и раздражает. Так вот, как раз с таким вопросом точно так же разбирается тренинг, челлендж, который у меня есть, час побед, он помогает в течение там 66 дней планомерно, потихонечку, маленькими шагами ставить себе цели, думать о своих мечтах, анализировать и фиксировать свои ценности, свои яркие моменты в течение дня, и потом на основе этого выработать в себе, сформулировать, что же действительно является твоим личным желанием, а что было навязано извне, и от чего ты не получаешь удовольствие. И это может помочь, кстати, понять не только то, что ты работаешь на работе, которая не твоя, не по твоим ценностям, но и понять, а какая бы работа была бы идеальна для тебя. Пожалуйста, заходите в телеграм, ищите час побед или заклинатель, запускайте свой челлендж и добро пожаловать к нам в клуб. С вами был Баженов Юрий, будем читать следующую главу завтра.